По дороге в Загорск понимаешь невольно, что осень растеряла июньскую удаль и августа пышную власть, что дороги больны, что темнеет не в десять, а в восемь. В Иванове открылся городской литературный салон. Первая встреча состоялась на площадке культ проекта «Соль». Идея создания клуба для творческих людей у Анны Кожиной и Романа Гунина возникла давно, а реализовать ее получилось только сейчас. Мы с мужем занимались в литературной студии «Основы» при Ивановской писательской организации. Эта студия существует и сейчас, там воспитываются молодые литераторы, но мы-то выросли уже. А потребность к какому-то такому литературному объединению оставалась с 2007 года, то есть когда скончался наш руководитель Евгений Дмитриевич Глотов. Новый литературный салон – это попытка объединить творческих людей для обмена опытом, мнениями и, конечно, чтения произведений. Любимые стихи любимых поэтов – так заявлена тема первого литературного вечера. Как правило, человек думает о теме, категории, которые он читает, которые он впитывает из книг, из культурной вот этой среды. Поэтому нам интересно, что же все-таки читают писатели. Мы пытаемся это сегодня рассказать и обучить. Встречи в рамках литературного салона планируется проводить один раз в месяц. По мнению гостей вечера, профессиональных поэтов и писателей, это как нельзя кстати, потому что пришло время звучащей поэзии. Не случайно сейчас Бобу Дилану дали Нобелевскую премию. Такой спор в Фейсбуке, все друг к другу глотки перегрызли. Это веяние времени. Люди хотят слышать, люди хотят собравшись слышать звучащую поэзию. В Москве этих клубов друг к другу. В Питере они на каждом углу. В Вологде их 12. В Иванове до сих пор практически один. В ноябре организаторы собираются устроить вечер, посвященный 100-летию Михаила Дудина. Скорее всего, очередная встреча состоится в музее Первого совета.